Сегодня мы с вами пообсуждаем новинки Faberlic, потому что относительно недавно я оформила заказ у них на сайте и в принципе я его формировала таким образом, чтобы выбрать именно ту продукцию, которую вы у меня запрашиваете, чтобы я сделала обзоры и в сегодняшнем видео, как и во всех видео в декабре, будет конкурс В качестве подарка я сегодня разыграю контурирующий стик от NYX, который называется Wonder Stick и также две матовые жидкие помады от LA Girl Если вы давно на моем канале знаете, как я люблю эти помады и мне кажется для зимы, для осени это отличные вообще оттенки Здесь оттенок Secret и оттенок Black Current Если вы хотите принять участие в розыгрыше, то обязательно подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии, в описании под видео полностью все будет расписано поэтому обязательно ознакомьтесь с полными условиями и давайте наконец-то уже приступать к теме видео, а именно к обзору Faberlic Первое и самое главное, что у меня запрашивали просто огромное количество раз это кисти Faberlic Я взяла 5 кистей из их линейки По-моему я не взяла еще одна или две у них есть, по-моему, дополнительно Для губ я, по-моему, не брала кисть А все остальные, по-моему, я взяла Вот они у меня 5 Что хочу сказать? Кисти полностью синтетические И опять-таки, если вы не впервые на моем канале, то знаете мое отношение к синтетике Синтетика, на мой взгляд, подходит только для кремовых и жидких текстур Что касается сухих текстур, то здесь синтетику я не люблю использовать Если вы найдете применение этим кистям, то я вполне могу вам их рекомендовать Потому что они вполне нормального качества Не лезут, не распадаются В общем-то, все с ними в этом плане хорошо Но лично для меня, вот мой опыт, я вам расскажу Если бы я покупала эти кисти и использовала их по прямому назначению, как указано на сайте Мне бы они, скорее всего, не понравились Давайте начнем, наверное, с кистей для глаз Потому что они, на мой взгляд, наиболее противоречивые Вот эта кисть для бровей, она слишком для бровей пухлая То есть я для бровей люблю такие тонкие, которые, знаете, как лезвие То есть если ее расплющить намного сильнее, то она при этом станет намного более тонкая И тогда можно будет прям, знаете, волоски прорисовывать в брови Когда она вот такая толстая, это однозначно нет Я ей могу пользоваться в то же время, наносить что-то, например, на нижнее веко Какой-то кремовый продукт, какой-то пигмент, возможно Там, где не требуется растушевка, а требуется просто вот нанесение Что касается вот этих кистей, одна из них для растушевки Причем, мне кажется, что для растушевки как раз подходит большая из них Но у них на сайте для растушевки вот это вот позиционируется А вот это для нанесения теней Ни для нанесения, ни для растушевки теней они мне не нравятся Но вот эта вот, которая побольше, я сейчас использую каждый день Для того, чтобы растушевывать консилер от It Cosmetics Она прекрасно справляется просто с этой задачей И при этом она очень хорошо подходит как раз-таки для зоны под глазами Потому что она достаточно маленькая И в то же время для вот такого вот густого консилера Отличная просто кисть Как я и сказала, я ее пользуюсь сейчас каждый день Что же касается вот этой кисти То опять-таки это такой вот маленький бочонок Если вам маленький синтетический вот такой вот бочонок нужен И вы знаете ему применение, то она у вас не заваляется Я ей пробовала растушевывать базу под тени Очень даже неплохо, в принципе, она для этого работает То есть если я на ком-то делаю макияж Я это могу вполне делать вот этой кистью Если на себе, я зачастую растушевываю либо спонжем Либо пальцем, либо чем попало Но за кистью мне отдельно тянуться лень, честно признаться Что же касается вот этих двух кистей для лица То вот эта кисть, на мой взгляд, немножко маловато Для нанесения тональной основы Я вам покажу ее более известного собрата Это Sigma F80 И я надеюсь, сейчас вот видно разницу в размере То есть Sigma она и длиннее ворс имеет И в то же время, знаете, площадь покрытия сразу получается больше Вот эта же от Faberlic она поменьше, еще и покороче За счет того, что ворс более короткий Она получается более упругая То есть если вы нажимаете на эту кисть То ворс практически не сгибается Чуть-чуть вот так поддается под руками В то время как Sigma вот в принципе в разные стороны ходит И за счет этого нанесение, мне кажется, более красивое получается Потому что она прям вот так вот, знаете, втушевывает хорошо тональную основу Когда здесь это просто, знаете, на одном месте топтаться Что касается вот этой вот кисти для пудры Она как раз мне понравилась Потому что она очень мягкая и гуляющая Вот такая вот прям вот, я не знаю Когда вот быстренько ей вот так вот гуляешь там по коже Такое впечатление, что что-то очень мягкое Вот просто полирующая такое вот движется по коже И она этим очень хорошо как раз таки вот может полировать Финишной какой-то пудрой Вот мне для этих целей вот так вот именно для того, чтобы делать Она мне очень понравилась Мягенькая, очень классная И еще она офигенно классная Тоже снимает какие-то осыпавшиеся тени Если у вас такие есть под глазами То есть она их не вмазывает именно, не размазывает под глазами А из-за того, что она вот такая вот гуляющая, мягенькая Она действительно их смахивает так, что они вообще следов после себя не оставляют Короче, приблизительно как-то так бы я описала эти кисти Если по моему описанию вы понимаете, как вы будете применять То тогда 100% заказывайте Цена действительно у них небольшая Качество синтетики вполне приемлемое Очень неплохие кисти Но им нужно найти свое назначение И для сухих текстур они мне, ну так себе, скажем так Что касается косметических средств То я заказала три продукта Первый сразу начну ругать Это тушь вот эта вот золотая Номер у нее 5196 Последнее время, в принципе, заказы туши На удивление у меня были удачными Мне очень нравится тушь под номером 5556 Из-за того, что там малюсенькая кисточка И она обалденно просто прокрашивает нижние ресницы И в то же время верхние тоже можно прокрасить И еще в последнее время я пользовалась вот этой оранжевой тушью У нее номер 5341 Тоже никаких у меня претензий абсолютно к ней не было Что же касается вот этой То здесь у меня главная претензия в том, что на ней очень-очень-очень много продукта То есть вот этот ограничитель, который здесь находится Мне кажется, недостаточно плотный И когда достаешь кисточку, просто на ней, ну, такое огромное количество туши Что ее нужно, я не знаю, 3 часа вот так вот счищать По крайней мере мне И потому что если я вот так вот сразу начну красить ресницы У меня будет 3 слипшихся паучьи лапки И меня это, ну, как-то вообще не вдохновляет, честно говоря Что касается того, что мне понравилось Это то, что у меня сейчас на губах И это лаковая помада И у меня номер 420040 Я решила немножко разнообразить свой макияж И отойти уже от матовых таких вот сухих помад И тем более сейчас вот блеск и глянец возвращается для губ Поэтому это, в принципе, актуально в плане тренда В плане того, как сейчас актуально делать макияж Я не знала, чего ожидать Потому что с помадами бывает иногда хорошо Иногда плохо Но никогда не угадаешь, как будет Мне эта помада понравилась Она вот именно вот так вот очень глянцевый такой вот финиш имеет Лаковый по-настоящему Единственное, к чему здесь можно придраться Она, если ее прям жирненько нанести Она может собираться с внутренней стороны губ Но если пользоваться этим сексуальным лайфхаком Как бы палец просовывать и убирать излишки помады То сделав так раз, скорее всего, она у вас не будет собираться повторно с внутренней стороны губ И, в принципе, губы как бы она не склеивает То есть тут все хорошо, очень комфортно тоже на губах Таким именно гелевым лаком каким-то ощущается Поэтому, если вы найдете те оттенки, которые вам нравятся Кстати, вот этот, я считаю, очень красивый Вот такой вот ближе к классическому какой-то алый оттенок То я вполне могу тоже эту помаду рекомендовать Тоже попробовала их относительно новый гель для бровей Он прозрачный, номер у него 5164 Ну, как бы гель и гель Вот как-то по-другому я сказать не могу Что касается фиксации бровей То я вот сегодня фиксировала свои брови с помощью этого геля Ну, не знаю, что вам сказать Не могу поругать это средство Потому что оно работает Все-таки оно ставит брови так, как нужно Но в то же время это не какой-то такой вот железобетонный гель Который будет держать самые непослушные брови При любых обстоятельствах Нет, это скорее легкое фиксирующее средство Если вам легкое фиксирующее средство подходит То можно попробовать Фаберлик То, что мне очень понравилось Это их сухой шампунь Они выпустили наконец-то сухой шампунь Я очень этого ждала И вот наконец-то этот день настал Этот шампунь работает очень хорошо Сегодня он у меня в волосах И это получается сегодня у меня уже третий день после мытья головы И мне кажется, что волосы выглядят очень классно То есть, ну, абсолютно не выглядят какими-то жирными, грязными Тем более, что волосы короткие Сезон шапок сейчас То есть, волосы очень быстро выглядят очень плохо Но я считаю, что сейчас они выглядят у меня просто отлично Такое впечатление, что я, ну, самый потолок вчера вечером помыла голову Поэтому шампунь работает очень хорошо Но наверняка у вас возникнет вопрос по поводу того, как он в сравнении с Батист Потому что Батист это вообще культовый продукт, который очень многие люди любят И я хочу сказать, что они приблизительно одинаково работают То есть, что Батист мне нравится, что этот Они, в принципе, полностью одинаковые и аналогичные Единственное, тут маленькая бутылочка И всего 125 мл Большой Батист это 200 мл Но вот эта стоит дешевле Батист стоит дороже Разница именно в стоимости за мл Там буквально пару копеек И Батист дороже Поэтому, по большому счету, это одно и то же Единственное, смотрите на формат Здесь маленький формат Если у вас длинные волосы И вам нужно много шампуня А я неоднократно слышала, что для многих, у кого длинные волосы Даже Батиста хватает там на 2-3 раза Поэтому вот это вам тогда хватит на 1-2 раза И тогда либо закупаетесь побольше Сразу несколько бутылочек Либо все-таки берите Батист, например, те же 200 мл Последнее, что я заказала в этом заказе Извините за тавтологию Это таблетки для посудомоечной машины Ааа, у меня наконец-то появилась посудомоечная машина дома Ой, я кайфую просто на самом деле Потому что я так долго хотела посудомоечную машину И вот наконец-то она у меня появилась Я сразу же заказала эти таблетки Для того, чтобы их протестировать Мне они понравились Хорошо моют посуду Причем действительно, действительно хорошо моют посуду Даже ложки с такой вот засохшей, налипшей на них кашей Отлично отмываются Вообще без проблем Я когда первый раз попользовалась Я достаю ложку и просто она как в ресторане Все настолько, знаете, до скрипа вообще чисто Очень мне понравились эти таблетки И я их тоже сравнила с таблетками, которые продаются в супермаркете Вот это получается очень выгодно Здесь 20 таблеток И цена, мне кажется, очень адекватная Потому что те, которые я видела в супермаркете Вообще там, не знаю, в 3-4 раза дороже стоят Ну там таблеток чуть-чуть побольше Там приблизительно где-то 30 таблеток было Здесь 20 Но цена сильно выше То есть где-то в 3-4 раза выше В зависимости от марки Получается отличный просто результат Ну что ж, в целом у меня сегодня все Напомню вам, что если вы хотите поучаствовать в конкурсе На вот эти вот призы То обязательно подписывайтесь на мой канал И это можно сделать вот в этом вот месте И также посмотрите мои другие видео Которые вам сейчас рекомендуют здесь YouTube И увидимся с вами, наверное, в следующем Ну как это, наверное? То есть если вы подпишетесь, то точно увидимся Правда?